Привет, дорогие друзья! Это новый Федерий Влог, канал о брендах, бизнесе и творчестве. Мы продолжаем нашу рубрику «Книжный червь», продолжаем серию выпусков с Владом Бурдой, и он расскажет о еще одной книге из своей обоймы книг, которые не переведены на русский язык, и для того, чтобы прочитать их, вам придется выучить английский. Я, кстати, гарантирую тебе, Андрей, что если ты используешь рецепты из этой книги, ты повысишь мотивацию своих сотрудников минимум на 60%. Давай. Поехали. Ужасная, сложная книжка. Я буду эспреско. Сейчас. Влад, что за книжка? Вероятность для меня купить эту книгу была невелика. Купил я ее в Австралии. В Австралии? В Австралии, в центре Мельбурна, в старинном семейном магазине. Это еще и австралийский автор Джейсон Фокс. Вот бывает группа такая, когда она напишет какую-то песню, и она станет известной. Но только одну и больше никакой. Да, только одна песня, и благодаря этой песне она известна хит. Вот так же, видимо, получилось у этого автора, который написал совершенно хитовую книгу под названием Game Changer. Game Changer в переводе на русский язык. Изменитель правил, то есть человек, изменивший игру. Это книга о мотивации и об управлении персоналом. Проблема мотивации волнует абсолютно каждого руководителя. И каждый руководитель проходит свой путь. Большинство начинает с того, что мотивация – это деньги. Придумывают какие-то еще дополнительные механизмы а-ля вовлеченность. Кто-то формализует типа ДИшки, ЛСки, должностные инструкции, личностные спецификации. Но какого-то супернестандартного подхода я никогда до того, как я встретил эту книгу, не встречал. Фокс описывает все действия человека и всю работу через игру. Он говорит, вот давайте себе представим ситуацию. Почему люди на земном шаре тратят 5 миллионов часов в неделю на компьютерные игры и делают это с таким удовольствием и вовлечением, что их невозможно оттуда оторвать, а на работу, если верить опросам, 82% людей чувствуют себя неудовлетворенным и не вовлеченными. Not engaged. И для того, чтобы это проанализировать и глубоко понять, он взял игру и разобрал на 3 ключевые компоненты. Goals, Rules and Feedback. Когда человек начинает играть в игру, будь то Monopoly, или Ticket to Ride, или Carcassonne, или Catan, неважно, он знает четко правила. Ну, например, набрать определенное количество очков, как в Catan, или в Monopoly. Набрать максимальное количество денег и обанкротить других соперников. И зная эти правила, человек знает, к чему стремится. Когда ты знаешь цели, или как в шахматах, допустим, выиграть у соперника, тебе нужно понять, как это сделать. Для того, чтобы понять, как это сделать, нужны правила. В игре они понятны. Если это, например, ракадная игра, то ты знаешь, что ты джойстик подвинул влево, человечек побежал влево, подвинул вправо, человечек побежал вправо. И последнее, третье, фидбэк. Если ты там сгорел, или упал с крыши, или там твоя игра окончена, ты об этом сразу узнаешь. Я и малар. В бизнесе далеко не всегда понятно. Когда-то у меня был профессор, которого звали Лудо, который говорил, что бизнес настолько сложный, поскольку является частью сложного мира, что если вы попробуете управлять им с помощью сложных инструментов, вам гайки. Вам нужно управлять сложным с помощью простого. И правильно ли я понимаю, что эта книга учится у обычных игр и приносит вещи из простых игр, которые заставляют людей быть включенными в бизнес? Людям в бизнесе не хватает трех простых вещей. Для того, чтобы они могли почувствовать себя такими же оживленными, вовлеченными, как в игре. Первое – это цели, то есть куда мы идем. И это достаточно большая для руководителя работа обозначить конкретные цели. Второе – обозначить правила, как мы действуем, то есть что можно, что нельзя, какие ресурсы мы можем использовать, какие наши ограничения. И третье – это фидбэк. Это, наверное, самая главная мысль этой книжки, которая дала мне возможность понять, что, наверное, все время, когда я пытался мотивировать людей, я делал это не совсем правильно. Дальше он дал совершенно потрясающую диаграмму, которую я никогда не видел раньше, но которую я считаю просто шедевром. Суть этой диаграммы заключается в том, что есть три самых главных элемента, которые необходимо обеспечить человеку, для того, чтобы он чувствовал себя полностью вовлеченным. Я, кстати, гарантирую тебе, Андрей, что если ты используешь рецепты из этой книги, ты повысишь мотивацию своих сотрудников минимум на 60%. Давай. Поехали. Первый компонент – это челлендж, вызов. Если у человека нет вызова, ну, наверное, он очень быстро захереет. Второе – это стимуляйшн. Стимуляйшн – это как бы некая система образования или знаний, которая дает возможность ему развиваться. Есть такая притча, значит, рыбаки, которые ловили рыбу в японском море, они долго не могли придумать, как сделать так, чтобы рыба на стол подавалась свежая, потому что когда рыба понимает, что она умирает, она начинает издавать там соответствующий запах. И тогда они придумали, эти японские моряки, что они к этой относительно большой рыбе, которая в аквариум, подсаживали маленьких акулок, которая гонялась за ними по всем этим аквариуму, и она придавала им жизни. Ух ты! Это и есть стимуляйшн. Это и есть стимуляйшн. Да, то есть у тебя должна быть какая-то такая маленькая кулка для твоих сотрудников, чтобы они постоянно видели, что их уровень мастерства достаточно высокий. И последнее – это вознаграждение. Казалось бы, простая вещь. Но практика показывает, что сочетание этих трех вещей – челлендж, стимуляйшн и ревард – это очень маленький промежуточек, буквально совершенно маленький, и мы можем это здесь видеть, который занимает не более 5%. Все остальное в лучшем случае – это пересечение двух из них. И что мы видим на пересечении? Давай представим себе, что у человека есть челлендж, то есть вызов, есть стимуляйшн, но нет вознаграждения. То в очень скором времени они будут у тебя выиграть. Если ты представишь себе ситуацию, что у них есть челлендж-вызов, есть вознаграждение, но нет стимуляйшн, то в очень скором времени им станет скучно. Если ты знаешь о том, что у них есть стимуляйшн, у них есть вознаграждение, но у них нет челленджа, они просто начнут потихоньку тупить. Как бы уже окончательная иллюстрация того, что нужно делать. Я называю это «Матрицей Фокса». Я ее назвал «Матрицей Фокса» в честь автора этой книги. А он знает об этом? Он не знает. Товарищ Фокс, в честь вас названа целая «Матрица». И используется уже в компании более 5 лет. Мы говорили уже о том, что у человека должны быть цели, правила и обратная связь. Мы также говорили о том, что у человека должно быть вознаграждение, вызов и стимуляйшн. Это маленькая акулка. Но есть еще третий элемент, который делает эту схему совершенно полной. Третий элемент состоит из трех маленьких компонентов. Первое – предназначение, второе – мастерство, и третье – автономия. Мы сегодня конкурируем предназначениями. И если твое предназначение недостаточно вау, недостаточно экологично или не соответствует ценностям ваших потенциальных сотрудников, то есть очень велика вероятность, что они вас не выберут. То есть второй элемент – это мастерство. Когда ты играешь в теннис, и ты постоянно проигрываешь, единственное, что может тебя драйвить, это то, что ты увеличиваешь свое мастерство. Ты понимаешь лучше, как ты играешь справа, как ты играешь слева. И третий, последний пункт – это автономия. Вот, кстати, мы пытаемся это внедрить, у нас достаточно автономная группа. У вас очень автономная группа, и это очень хорошо, когда руководители бизнес-юнитов, руководители подразделений, middle-менеджеры, когда они чувствуют достаточную автономию для того, чтобы выполнить задачу. Потому что способы, как выполнить задачу, они должны придумать сами. Как работает матрица Фокса у меня в компании. Пять топ-менеджеров, которые непосредственно мне подчинены. И на каждого из этих топ-менеджеров заполнена матрица Фокса. И я по каждому конкретно человеку пишу, Сио Антошка, Вадим Орлов, его цели, какие его цели в рознице. Я должен написать… А в чем они выражены? Например, изобрести тот формат Антошки, который будет для нас наиболее эффективным. Зайти в 25 городов Украины, иметь покрытие не менее 40% и так далее и тому подобное. Правила. Какие у него есть правила? Он может использовать все финансы, которые он сгенерил, согласно тому бюджету, который он задекларировал. Он может договариваться с другими бизнес-юнитами об использовании их средств. Он может использовать там определенные офисные пространства, бренд Red Hat для рекрутинга своих людей и так далее и тому подобное. Идея в том, что ты должен сформулировать как минимум 5, желательно 10 правил, которые бы помогали ему сориентироваться. И последний момент – это фидбэк. Фидбэк ты можешь записать периодично. Сколько раз вы будете встречаться или какого уровня фидбэк ты будешь давать своему подчиненному для того, чтобы повышать его знания об этой игре. Он остался на этом уровне или он перешел на следующий. То же самое обозначает с предназначением, с мастерством и с автономией. Я должен конкретно для его задачи я сам расписать и потом с ним это утвердить. Но эта матрица Фокса позволяет тебе постоянно видеть о том, что в их работе может быть усовершенствовано, куда им двигаться, в чем их достигать мастерство, в чем основной их вызов и, естественно, какое вознаграждение. Вот, собственно говоря, вот такая книга. Были в ней какие-то истории, которые тебя поразили? Он приводит очень интересный пример, который был для него геймчейнджером. После этого Фокс еще пересмотрел свой подход к мотивации, когда Линткин впервые применил так называемый прогресс бар. Когда ты заходишь в свой профиль, он тебе показывает, что у вас профиль заполнен на 67%. Вам нужно дозаполнить некоторую информацию, добавить фотографию, добавить последнее место работы, и будет 80%. И он говорит о том, что вот этот прогресс бар, если бы можно было воспроизвести для каждого сотрудника на работе, можно было бы вообще больше ничего не придумать, потому что самым большим стимулом и мотивацией для человека является наблюдение. И если бы все видели, что у них сейчас 80%, но им нужно 100%, стремиться к 100%, а также если бы все видели, что это видят все, что у тебя 80%, то это бы очень сильно подняло мотивацию сотрудников. Поэтому думайте над прогресс баром, который вы можете сделать для своих людей. That's all. Круто. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...